Московские водители сообщают о сбоях в работе GPS-навигации. Они это связывают с усилением мер безопасности в столице после атаки беспилотников на Кремль. О проблемах с GPS внутри Садового кольца в своем приложении сообщает и каршеринговый сервис CityDrive. Сервис каршеринга CityDrive сообщил в своем приложении о проблемах с GPS внутри Садового кольца. Как говорится в сообщении пресс-службы, у пользователей возникают сложности с началом аренды, так как машины могут неправильно отображаться на карте. Московские водители уже с утра четверга сообщают о сбоях в работе GPS-навигации и связывают это с усилением мер безопасности в столице после атаки беспилотников на Кремль. Впрочем, эффективность таких мер защиты у экспертов вызывает вопросы. Неясно также, на какое время вводятся эти меры. Евгений Перельчук продолжит. Еще накануне опрошенные бездоксисты отмечали, что давно не было в столице сбоев систем GPS-навигации. Хотя раньше были случаи, когда проезжающий рядом с Кремлем водитель вдруг обнаруживал, что по навигатору находится в аэропорту Шереметьево или прямо посреди русла Москвы-реки. После попыток атак беспилотников на Кремль усиление мер защиты напрашивалось, и, собственно, их введение подтвердило, что угроза была реальная. Уже с утра в четверг водители стали сообщать о массовых сбоях навигации внутри Садового кольца и местами за его пределами. Больше всего жалоб, судя по рабочим чатам таксистов, на протяжении всей Тверской улицы. Говорят, чтобы клиенты готовились к опаздывающим курьерам и таксистам, пропускающим повороты. Такие сбои сказываются на всех сервисах и устройствах – навигаторах, фитнес-браслетах, приложениях по аренде машин и самокатов. Очевидно, области воздействия против дронов расширили. Раньше они не уходили далеко за пределы Кремля. О своих впечатлениях от поездок рассказывает один из московских таксистов. Навигация в Яндексе не работает абсолютно. Соответственно, и пассажир не видит, где реально находится машина. И водитель получает заказ на подачу машины, которая, мягко говоря, находится чуть ли не в другом городе. Что касается района Белорусского вокзала, охотный ряд, особенно охотный ряд 2 и Большая Бронная, скорее всего, там работают глушинки. То есть в этих местах навигация замирает и вообще ничего. То есть ты находишься на одном месте. Пока не выйдешь из зоны действия, потом возобновляется работа навигации. В службе поддержки что сказали вам? Сказали, что у них огромное количество звонков, что проблемы с GPS. Конкретно у меня заказ улица Тверская 3 – это интурист. Я приезжаю туда, никого нет. Связываюсь с пассажиром по телефону, который в заказе указан. Человек оказывается в Дагестане так на секундочку и ничего не представляет о том, что заказ такого плана есть. Как отмечают эксперты по беспилотным аппаратам, глушилки, создающие защитный купол, в определенной области могут отсеять лишь самые дешевые, массовые и небольшие дроны, которые и так не могут представлять большой опасности и не могут нести внушительного груза. Между тем, в военных целях применяются дроны, которые могут вообще не использовать GPS для определения себя в воздушном пространстве. Уже не раз вплывали сообщения, что дроны не долетают до предполагаемых объектов атаки и порой падают буквально в нескольких метрах от цели. В случае с прилетами по Кремлю на видео заметно, что дроны взрывались в нескольких метрах от купола Сенатского дворца, хотя чисто визуально воздействия на них никакого не оказывалось. Системы, позволяющие сбивать дроны и в паре метров от цели, и на дальних подступах, есть. И они разные, подтвердил нам гендиректор Ассоциации Аэронекст Глеб Бабинцев. РЭП — это недостаточная мера. Она уходит, наверное, в прошлое, потому что сегодня даже гражданские беспилотники уже умеют летать автономно и даже при заглушенной навигации. Это мера для самых простых беспилотников, которые работают, быть может, в рынке. Да, они получают какие-то команды управляющие, любительские аппараты, но серьезные аппараты летают по иным принципам навигации, используя геофизические поля, используя машинное зрение. По слухам некоторых работников ЖКХ, иногда выгоняют на такие посты, значит, понаблюдать в небе за, возможно, пролетающими беспилотниками. Вот визуальное обнаружение. Человеческий глаз в хорошую погоду может увидеть аппарат, который весит примерно 30, ну, 50 килограмм на расстоянии, я полагаю, метров 300-400. При этом времени на реагирование, на принятие решения на противодействие уже не останется. То есть это бездейственная мера? Абсолютно. Ранее были сообщения, что некоторые дроны взрываются в воздухе, да, не долетая до цели. Я предполагаю, что объект был замечен, в последний момент уничтожен. Какая-то особенная система уничтожения в последний момент? Скорее всего, это другое воздействие. Когда вы летите высоко, нужно воздействовать чем-то догоняющим то, что летит высоко. Когда вы уже низко, нужно воздействовать чем-то из ближнего радиуса. По мнению эксперта, в России нужны законодательные изменения в отношении беспилотников. Можно, к примеру, прописать обязательные функции дронов по части их самообнаружения и идентификации. Другими словами, чтобы дрон сам направлял информацию о себе в нужные службы, прямо в полете. Технические возможности для этого есть. Условно, создать диспетчерскую, как для самолетов. Если некий дрон сохраняет режим молчания, сбивать его на дальних подступах. Подобные предложения уже направлены в Росавиацию, там их рассматривают. Неясно, как скоро закончится усиление противодронной обороны в Москве. Сервис Ситидрайв, например, в своем сообщении для клиентов предполагает, что скоро. Как говорит пресс-служба Ситидрайва, мы советуем выбирать другие маршруты при планировании поездок до 9 мая включительно. В Санкт-Петербурге жители сообщают о таких же сбоях, что и в Москве. Навигаторы показывают, что самокаты плавают в реке, а водители уносят из центра города в аэропорт Пулково. Продолжение следует...